Космический мусор достиг критической массы Мусор не просто летит в космическое пространство, а под воздействием силы притяжения Земли оборачивается, как пояс вокруг нашей планеты. Начиная с 1957 года, когда был запущен первый спутник Земли, люди загрязнили космос до такой степени, что в скором будущем это может не только помешать дальнейшему исследованию космоса, но и стать опасным для Земли. Мы достигли, что называется, критической плотности. Достаточно крупные объекты в космосе сталкиваются друг с другом и создают мелкий мусор быстрее, чем он может быть удален, заявил недавно бывший ученый НАСА Дональд Кеслер. По его прогнозам, в конце концов, на околоземной орбите будет так много мусора, что исследовать глубокий космос, отправка спутников на Плутон и плотируемые экспедиции на Марс будет просто невозможно. Прямо сейчас более чем полмиллиона объектов техногенного космического мусора находятся на орбите Земли. Около 23 тысяч из них размером с мяч для софтбола. Размер мусора является важным фактором, однако, по словам ученых, скорость, с которой он движется, делать его очень опасно. На расстоянии более 320 километров над поверхностью Земли объекты движутся со скоростью примерно в 28,2 тысяч километров в час, около 8 километров в секунду. Для сравнения, скорость пули, выпущенной из автомата АК-47, составляет около 715 метров в секунду. Если в космический корабль попадет лом металла размером с мяч для софтбола на такой скорости, тот получит серьезное повреждение. Так, в 2009 году российский спутник столкнулся с американским. Результаты были катастрофическими. Спутники были уничтожены, а в космосе появилось еще более двух тысяч обломков мусора. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!